несколько лет подряд Саша Охун звонит всем своим знакомым, когда идет снег в Иерусалиме и просит написать их по стихотворению и в этом году у меня получилось, потому что заодно еще и света не было а где-то не работает, и что делать? Но в двух частях часть первая ну хотя бы однажды за несколько лет небеса посылает и снег и летит надо мною воздушный привет сумасшедший неиздешний ковчег в нем не только попали друзей из ознов, а четыре по сто и пятьсот и горчащие губы, и сладкий ознов, и шальной овощ пронесет и счастливые хари, завьюженных троп, и заснеженных пермских общак вот уж божьи твари, да что им потом, и хохочут, поют натощак молодые года, и живая вода, и подумаешь, блин, холода и потоп не вида, и взахлеб не вида, а метель вообще ерунда жить и жизнь, и жить, и не переезжать никуда торчи и берез и червоное лето во сны провожать, а мороз, да пускай мороз но хотя бы однажды за несколько лет небеса посылают и снег и летит над страною воздушный привет из двадцатого в нынешний век что на карте страну эту не разглядеть, все равно я скажу с прописной, коли выпало мне и четвертую треть величать иудею родной, коли выпало и сыновьям защищать эту летнюю в общем страну, коли выпало им навсегда ощущать молодой и родной одну, я об этом по-русски сегодня скажу, но мог перейти на юрид, но пока в это снежное небо гляжу и Россия во мне говорит, не забыть, не избыть, не забыться вовек но мечта моя горних музык, чтобы внуки с восторгом глазели на снег и один лишь любили язык и один лишь любили, не забыть, не забыть, не забыть, не забыть